Их называли жемчужины Подмосковья. Народный коллектив академических хор ДК Лугавая отметил свое сорокалетие. Продолжение темы в репортаже нашего корреспондента Елены Козловой. С этой песни, как и сорок лет назад, начался юбилейный концерт народного коллектива академического хора ДК Лугавая. И будто не было этих четырех десятков лет. На дворе 1975 год. В зале новенького Дома культуры, передового Всероссийского научного института кормов имени Вильямса, празднично. Здесь славят советскую армию и флот. На сцене цвет советской науки. Восемь докторов и свыше 30 кандидатов доктора наук. Со временем их количество вырастет до 62. Но сегодня они не возделывают русскую землю, а под руководством молодого талантливого дирижера Федора Троицкого воспевают ее. Сам Троицкий был выпускник института культуры. А до этого он учился в хоровом училище имени Свешникова. А хоровое училище имени Свешникова, оно славилось тем, что выпускало очень хороших музыкантов. И это училище, оно раньше было синодальным училищем и готовило, значит, для церкви певцов. Вот, поэтому традиции там были очень сильные. Поэтому Троицкий получил очень крепкое, хорошее музыкальное хоровое образование. Хор сразу был заявлен как академический. Все оперы, вся классическая музыка, она пишется в академической манере исполнения. То есть для этого, значит, требуется широкий большой диапазон голоса, красивый звук прикрытый, округлый. Вот, многоголосие обязательно должно быть там, ну, 3-4 голоса, а то и 5, и 6. Вот. Ну и, в общем, сам репертуар, он, в общем-то, классический. То есть тот репертуар, который никогда не устаревает. Объемный раскатистый звук, разложенный на голоса, делают красивые раздольные русские песни еще глубже и проникновеннее. 30 мая того же года хор уже выступает в парке «Сокольники» на областном смотре художественной самодеятельности трудящихся в честь 30-летия Победы, где становится обладателем диплома первой степени. С этой победы и начинается триумфальное шествие Луговского коллектива по Подмосковью. Дома культуры Дмитрова, Пушкина, Подольска, Хима, Калининграда, Люберец. Более 20 концертов за первые два года. За короткий срок хор становится одним из лучших хоров Подмосковья. И в 1978 году хору присуждается почетное звание Народного коллектива. Это высокое звание хор сохраняет, подтверждая каждые три года и по сей день. Со дня образования коллектива и до настоящего времени старостой хора. И хранительницей его традиции является старший научный сотрудник в НИИ Кормов, кандидат биологических наук Фаина Воронкова. Именно она в лихие 90-е сумела сохранить костяк коллектива. Здесь все было, развал полный. Мы старались собрать хотя бы тех, кто еще есть. Женский коллектив я собрала. И мы, понимаете, уже не под фортепиано, под аккордеон. Такой у нас тут Женя оказался. И собирались мы в Институте Кормов. Иногда в моей лаборатории собирались. Пели, что могли. А вот в 2002, наверное, году, или в 2000, что ли, Елена Борисовна пришла. Мы с ней тут все у нас, ни стульев, ничего. Мы на себе и стульки, и столы, и все таскали, где чего, с писаным, и все, чтобы как-то, как-то. Она тут дневала, ночевала, потому что все, батареи были разморожены. Вообще ужасно. То есть вы первые вернулись практически? Да, мы первые вернулись. Вернулся и первый руководитель хора Федор Троицкий. Именно в этот период проявляется композиторский талант Федора Леонидовича. Им было издано четыре сборника произведений для хора. В них вошли песни, написанные и на слова лобнинских поэтов. 34 года посвятил Федор Троицкий народному академическому хору на Луговой. Участие в сводных концертах, большая гастрольная программа свыше 10 сольных концертов в год. В 2009 году в творческом календаре ДК Луговая появился еще один ежегодный фестиваль. Теперь уже памяти талантливого композитора, хормейстера и дирижера Федора Троицкого. Его идейным вдохновителем стал друг и последователь Федора Леонидовича Андрей Рязанцев. Именно он возглавил хор после смерти Федора Троицкого. Мы с ним были знакомы с шести лет. С шести лет мы с ним учились, потом мы с ним дружили. И мы сидели за одной партой, там же в хоровом училище имени Свешникова. И его жена обратилась ко мне с просьбой продолжить это дело, потому что у нас была одна школа, одно, как сказать, понимание искусства. Поскольку долгие годы Андрей Владимирович работал в храме Христа Спасителя и пел в Даниловом монастыре, то репертуар хора стал еще шире. У нас есть и русские песни народные, и церковные песнопения, и произведения хоровой классики. Дело в том, что благодаря разнообразному репертуару нам удается, в общем-то, программу концерта делать интересной. Им ничего не стоит удерживать внимание публики несколько часов к ряду. Хор по-прежнему много гастролирует и дает не менее десяти полноценных концертов в год. Несмотря на то, что сегодня в ДК Луговая работают сразу 14 творческих коллективов, директор клуба Елена Пимкина отводит народному академическому хору в творческой жизни клуба только лидирующие позиции. Я считаю это нашей жемчужиной нашего творчества здесь в Доме культуры. Это коллектив, который и уважаем, и заслужил определенный авторитет. Его знают и на площадках города, и на площадках под Москвой, поэтому только первостепенно, я бы сказала. Подытожить праздничный выпуск хотелось бы словами из одного поздравительного адреса, написанного специально к юбилею. Годы не всегда лихое бремя. С песней жизнь ведь тем и хороша. Можно обо всем забыть на время и услышать, как поет душа. Елена Козлова, Алексей Бойко, Алексей Орлов, телекомпания Лобня.